Здравствуйте! Это программа «Лицом к лицу» и я ее ведущая Христина Стэть. Сегодня мы говорим о ситуации в зоне операции объединенных сил на Донбассе. Обстрелы в зоне военных действий не утихают. Почти каждый день оккупанты используют запрещенное минскими договоренностями оружие, а обстреливают также жилые районы. АБСЕ фиксирует значительное количество оружия, которое боевики не отвели. Об этом я поговорю с генерал-лейтенантом запаса Игорем Романенко, он гость нашей студии. Игорь, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что вы пришли. Спасибо, что пригласили. То, что боевики продолжают обстрелы из запрещенного оружия минскими договоренностями, в частности, это уже ситуация не новая, но вот сейчас мы говорим о том, что есть попытки каким-то образом перезагрузить минский процесс. В этом контексте мы также говорим о том, что, возможно, может, когда-то уже встреча в нормандском формате. И вот то, что происходит на Востоке. Это провокации нацелены на что-то, и связано это с политситуацией или что-то другое? Надо иметь в виду, что в борьбе в этой войне гибридной с Россией, конечно, действия, тем более военные действия, в которые участвуют вооруженные силы России, их представители, руководство группировок двух корпусов на оккупированной части территории, это в основном офицеры вооруженных сил Российской Федерации, они выполняют соответствующие команды, реализуют планы генштаба, а генштаб подчинен своему верховному уголокомандующему Путину, президенту. Поэтому все, что происходит, это управляемое. Значит, обострение ситуации всегда сопряжено с действиями, направленными на давление в какой-то конкретной ситуации. И поэтому, если обратить внимание наших зрителей на то, что начиная со второго этапа президентских выборов в Украине, со стороны России осуществлялось уже давление на возможного кандидата, который станет президентом в лице Зеленского, а потом уже из-за вновь избранного президента. Мы это наблюдали, как в сфере экономический газ, нефть с первого числа, значит, изменения, постоянное давление по поводу того, что надо срочно, вот просто срочно перезаключить контракт, потому что они понимают, что Северный поток-2 к концу года не запустят, и с этим им придется перезаключать на условиях более выгодной и, возможно, Украины, как к себе пойдет, и снижение цены может быть не в 25%, а могут быть другие варианты. Но идет показание, что только сейчас, только с подачей Медведчука и так далее. Итак, экономической сфере. Пропагандистки здесь всегда, в этой части уже новый президент говорил, что информационная война, она есть очень важная и существенная складовой войны как таковой, в данном случае гибридной войне, здесь имеет место, и, наконец, по сути, собственно, военное давление. Ну, опять же, те же паспорта, да, вот раздача, те же паспорта гражданства. Перед этим, ну, во-первых, выборы, еще раз надо напомнить, которые, так сказать, в разрез всех договоренностей, Минские вот в пику всему и вся были проведены. После этого ситуация, как правильно вы напомнили, с паспортами, и сейчас уже вот в стремлении все-таки сделать шаги, новый президент пытается, и проявлением это, как известно, такая маленький, но все-таки шаг в районе станицы Луганской, и разведение, и прекращение огня имеет место, и там было много сомнений. Почему, собственно, с 16-го года не реализовывалось этот отвод, потому что там много было завязано, с обеих сторон причем, основывается, в первую очередь, на недоверии в действиях противоположной стороны. Вот, сами жители просили не отходить, вооруженные силы Украины боялись последствий, вот, боевики, что у них позиции лучше, так сказать, на возвышенность тактической точки зрения и так далее. Но, если есть нацеленность, если есть сила воли, мы знаем, что наш президент уже там был и не один с Туском, да, они осматривали, начальником генштаба, это само собой, и решаются вопросы по восстановлению, значит, перемещений, восстановить мост, перемещаться, ну и так далее. Там комплекс мероприятий. Но, с другой стороны, это разведение сил в станице Луганской, что очень важно, вы об этом вспомнили, оно как будто произошло в одностороннем порядке, потому что вот ранее, не так давно, 10 июля, на Луганском направлении ОБСЕ обнаружило 44 системы залпового огня ГРАД, и они не были отведены на положенное расстояние, то есть, по сути, в одностороннем порядке мы сделали то, что должны были. Нет, я не могу в полной мере согласиться с этой оценкой, поскольку украинская сторона, значит, инициировала, сделал это в первую очередь, ОБСЕ промониторил, специально мониторинговая, значит, группа работала там, но не в меньшей мере после этого они просмотрели эту сторону. Как таковые военнослужащие, боевики с той стороны, они отошли, но вопрос в том, что там остаются сооружения, и они, значит, разные сроки от недели до 10 дней на демонтаж и так далее. То есть, вокруг, если мы думаем о том, как украинская сторона восстановить, значит, этот мост, обеспечить перемещение, в общем, дать, так сказать, жизнь, там строятся магазины, восстанавливаются, то есть, жители этого района, когда они беседовали с президентом, задавали вопросы и пытаются, так сказать, быть явная и быстрая реакция на эти пожелания, то та сторона, значит, вот затягивает с демонтажем этих сооружений, чуть дальше там известный такой памятник Игорю, князю, значит, уже перемещены туда там блоки, которые здесь сняты, но туда, ну и так далее. Но вместе с тем, чтобы стараться быть объективным, надо сказать, что, собственно, боевики, мониторинг, значит, эта комиссия, ОБСЕ, она проверила, они тоже отошли. То есть, несмотря на все сложности, при желании, в первую очередь, политическом желании, значит, это осуществилось. То есть, это как маленький пример тому, что если задача, целью продвигаться, то это можно делать и нужно делать, хотя мы с вами вот оговариваем и видим, что ситуация в других местах, она может обостряться. К сожалению, гибнут наши военнослужащие, к сожалению, гибнут мирные жители. Пример, раненый ребенок в тяжелом состоянии, там, женщина, которая, значит, помощь оказывали, значит, погибли военнослужащие. Ну, а, значит, обстрел беспилотного летательного аппарата ОБСЕ со стороны боевиков. Ну, в общем, многие такие моменты показаны, что, в принципе, вот то стратегическое решение и приказание сбоку Путина, оно пока не прошло. То есть, он не видит необходимости пока вот прекратить, выполнить первый, второй пункт, как бы... Ну, сейчас, знаете, вот что я наблюдаю, что вот, по сути, уже многие, по сути, не видят того, что война происходит, да, кроме фактических боевых действий, кроме человеческих жертв. Вот уже шестой год войны России против Украины, что мы сейчас слышим, да, это абсолютно такая информационная война, новый виток этой войны, когда мы говорим о том, что... Кто-то говорит, да, про российские силы в Кремле о том, что, ну, чего нам делить, чего нам ссориться, мы ж братские народы, мы ж соседи, нам надо поговорить, да. Этот зловещий мост, который должен был состояться между пропагандистским российским каналом и, отчасти, пропагандистским пророссийским украинским каналом, он не состоялся. Но вот в информационное пространство уже очень активно вбрасывается вот это надо говорить, надо мириться, надо вот это чего нам делить. Ну, как-то это вообще, знаете, в голове не укладывается. Я здесь вот как бы, если хотите, такой прием, я науковод, да, военный, и воспитываю сам себя и предлагаю таким образом поступить людям, которые в чем-то сомневаются. Ну, во-первых, если в чем-то сомневаются, надо поинтересоваться, ну, лучше всего самому побывать, лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Раз. Можно поговорить с теми людьми, которым доверяешь, которые все-таки там были, чтобы разобраться, что же там происходит. А с точки зрения, так сказать, опять-таки, языком военных стратегически оценить, я хочу сказать, что надо представить, что там у нас уже погибло раненые и так далее, около 14 тысяч военных и граждан. Ну, погибло более 13 тысяч украинцев. Ну, если с военными, так сказать, там надо посмотреть. Вот. В войне Афганистана сколько, да? Значит, там больше или около 10 лет погибло около 15 тысяч. Так, поэтому для того, чтобы делать выводы или продвижения и вообще, так сказать, были предложения со стороны главы Верхней Палаты Российской Думы, нашей землячки, так называемой, которая голосовала за ведение войска украинки в Украину, да, Шевченко, или лидер партии здесь у нас, что надо начать с чистого листа. Так вот, чтобы, я предлагаю таким образом взять этот чистый лист, представить, вот представить, что перед нами стоят, ну, вот 14 тысяч этих погибших. И ты возьми с этим чистым листом, пройди где-то через них, выйди, и что у тебя на нем будет, и попробуй потом с этим чистым листом поведи беседу с той стороной. То есть они нам предлагают на текущий момент о невозможном, потому что они еще не до конца представляют, что заложено. То есть поколение, которое есть, а я имею в виду надежду, что ближайшие, то есть взрослые люди, которые будут иметь, имеют уже сейчас детей, воспитают их таким образом, что они четко знали, помнили и понимали, что это произошло, к чему это приводит и как. То есть этот лист, который пройдешь, он весь в крови, он просто разлетится, потому что не выдержит той крови, которая уже прилит. И поэтому нам говорят, да это как бы, ну ничего, ну вот как бы. Мы понимаем, что надо идти к миру, надо общаться, надо находить точки соприкосновения, вот как в золотом, и продвигаться в сторону мира. Но это абсолютно не означает, что надо забыть то, что произошло, почему, кто и как это сделали. Кому не ясно, надо разбираться дальше, то есть не все так однозначно, никто не говорит, что вот тут только белые черные. Вообще жизнь гораздо сложнее. Это такой широкий спектр с оттенками, да, там 50 оттенков серого не только в каких-то отношениях, там и подходах, а в жизни, а тем более в таком сложном вопросе, как война. Как вы считаете, насколько адекватно на эти вызовы дня сегодняшнего реагирует, ну сейчас уже там офис президента, сам президент, Совет национальной безопасности и обороны, да, и вот траектория, которую вел главнокомандующий Порошенко, вот его команда сейчас, она каким-то образом меняется, она какая-то другая, или президент Зеленский, он придерживается этой траектории. Вот как вы это в общем видите? Я бы сказал, стратегические вопросы, по крайней мере пока из того, что мы видим, они не изменяются. То есть Крым это Украина, Донбасс это оккупация часть, и мы боремся за эти земли, восстановление суверенитета, восстановление границы, боремся за своих людей, украинцев, которые, к сожалению, шестой год находятся там. Это все подтверждено, причем на высоком международном уровне. Понимая приоритетность вопроса войны, а вернее перехода от войны к миру, вот не сдача этой ситуации в российском варианте, а перехода к миру, который обеспечит паузу Украине, государству, для того, чтобы реально провести реформы, реально с большой буквы. Вот провести реформу во всех сферах, в том числе, может быть, в первую очередь и в вооруженных силах, поскольку сейчас уже все разобрались, что вот как мы там 25 лет понимали, такие пацифистские подходы, которые привели к соответствующему состоянию вооруженных сил и к тем последствиям, которые мы имеем по потере этих территорий. То есть президент Зеленский приоритеты понимает, поэтому его первые поездки, первая была, это, как известно, на линию соприкосновения ведения боевых действий, с Туском мы уже обговаривали, они там бывали. Значит, когда я работал за границей с лидерами государств, наших союзников в нормандском формате поднимались всегда эти вопросы как приоритетные, о том, каким образом поступать, о том, как вместе с помощью их, но все равно в первую очередь Украине, вот, выстраивая взаимоотношения с Россией, продвигаться в сторону мира. Ну, если очень вот, коротко уже о последнем, мне кажется, что сейчас, вот, в последние месяцы, ну, как минимум, да, вот эти дни, когда президент Зеленский, вот, новая команда и так далее, крайне редко или почти не звучит уже идея ведения миротворцев вот в районы оккупированные Донбасса. Если вот при президенте Порошенко это звучало всегда, вот, топ-3, например. На мой взгляд, таким образом, если двигаться, пока надо постараться исчерпать минские договоренности, если они не пойдут, переходить к следующему. Идея с Будапештским меморандумом и учащими хороша, но уже, так сказать, дипломатические круги США сказали, что они пока не поддерживают и не участвуют, да. Тереза Мэй уходит, Борис Джонсон, а он отчасти, так сказать, сторонник укрепления взаимоотношений Британии с Россией. Вот, Меркель собирается уходить, поэтому особенно жесткую позицию, она больше устремлена в Северный поток-2. Вообще там такая наследственность-1, канцлер ушел в Газпром, вторая отставит поток, я не говорю, что она там, но где-то так. Поэтому надеяться, что мы как-то решим, быстро продвинемся этот вопрос, не приходится. В первую очередь надо надеяться на себя, и надо, вот попытка первого разговора была, значит, надо продвигаться в этом направлении, и тогда появится, следует нам к чему-то возвращаться, что-то старое, в том числе, где сама по себе хороша весь вопрос реализации. Ее долго обсуждали годами, но мы там, где мы есть сейчас. Надо искать новые подходы, и главное, что надо действовать, что мы попытки этого видим, хотя нет определенного опыта, но можно иметь оптимистичный подход на этот счет. Ну да, надо, наверное, подождать какое-то время, чтобы вот эти кадровые изменения, о которых я только что сказал, чтобы они произошли, а потом... Выборы, надо правительство двигаться дальше. Вам спасибо за разъяснение, за разговор. Я напомню, что гостем программы «Лицом к лицу» был генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко. Я, Христина, с вами прощаюсь. Но вы оставайтесь в ЕТВ, потому что именно здесь найдете информацию о самых важных и точно самых интересных событиях, происходящих в Украине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова